МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Никита Борискин. Сначала коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Президент поручил правительству рассмотреть возможность субсидирования Мордовии-арены после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Неоднозначный ремонт дома номер 24 по улице Лихачева. 95 семей уже несколько лет живут в тяжелых условиях. Актеру театра и кино, режиссеру Жерару Депардей исполняется 69 лет. Свои мысли он изложил в мемуарах, в которых говорится и о Мордовии. Глава Мордовии Владимир Волков 27 октября в Москве принял участие в совещании, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. На повестку дня были вынесены вопросы социально-экономического развития и сохранения общественно-политической стабильности в регионах. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность субсидирования Мордовии-арены после проведения Мундиаля. Поручение содержится в перечне, подготовленном по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета Оргкомитета России-2018. Рассмотреть вопрос о возможности выделения, начиная с 2019 года, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске на условиях создания механизмов их перехода на самоокупаемость, говорится в документе, опубликованном на сайте kremlin.ru. В последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. 27 октября глава Мордовии Владимир Волков поздравил всех работников автомобильного транспорта Мордовии с профессиональным праздником. В тексте говорится, цитата, «Ваш вклад в укрепление социально-экономического потенциала Мордовии, развитие межрегиональных связей, ритмичной деятельности среднего и малого бизнеса поистине неоценим. Развитая транспортная система, ее бесперебойная работа – это основа эффективного функционирования социальной и духовной сферы, неотъемлемая составляющая комфорта и удобства для людей. Мордовия в последние годы характеризуется стремительным ростом автопарка, увеличением объемов перевозок. Новые стандарты работы автотранспорта республики обусловлены высокими международными требованиями при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года». Конец цитаты. Также 27 октября водителей, кондукторов и механиков транспортных средств города поздравил мэр Саранска Петр Тултаев. О работе тех, кто всегда за рулем, расскажут Марина Солонина и Владимир Надькин. Встать в 5 часов утрам, а прийти домой за полночь. Все ради того, чтобы горожане удачно добрались на работу, навестили родных, сходили в кино или за покупками. Водитель – это призвание, искусство. Чистый автобус, приветливые улыбки и приятная музыка. Такая поездка поднимает настроение на весь день. «Когда вежливо обслуживают, когда улыбается водитель, понимаете так, что выполняете государственную задачу. Город – культурный город, вежливый город. А вы эта культура, эта вежливость и создаете, и заряжаете этой хорошей, доброй энергетикой людей, пассажиров многочисленных». 28 маршрутов общественного транспорта помогают жителям Саранска вовремя попасть из точки А в точку Б. В следующем году их станет больше. Автобусные маршруты свяжутся с остальными частями города, микрорайон Тавла и улицу Тани Бибиной. Перемена на этом не кончится. На 19-20 год – большие планы. «Появляется город в городе, и очень много людей заселяется, и те маршруты, которые сейчас есть, они, конечно, не удовлетворяют людей, соответственно, и нас. И мы сейчас об этом думаем, и я приглашаю, в пользу случаем руководителей наших предприятий, участвовать в этом вместе с нашим транспортным управлением. Пожалуйста, давайте ваше предложение». Самая приятная часть праздника – чествование лучших по профессии. Водители автобусов, слесари, механики и кондукторы достойны награды. Каждый из них помогает горожанам не опоздать, добраться до места назначения быстро и с комфортом. Элизиар Ямбиков за рулем 40-й год. В свои 57 на пенсию не торопится. Вспоминает, как в Саранске впервые появилась альтернатива муниципальному транспорту. «Тогда еще мы просто начали ездить. Купили автобусы и ездили. Потом начали создавать уже организации». В ответ на поздравления виновники торжества высказывают слова благодарности гороадминистрации за помощь и понимание. Важно работать сообщам. Тогда проблемных ситуаций будет мало. Все больше довольных пассажиров. «Строятся новые дороги, новые мосты. Это большая помощь для наших пассажиров, чтобы быстрее добраться. И, конечно, это нас обязывает лучше работать». В заключение праздника водители поздравляют творческие коллективы и желают добрых пассажиров, зеленого света светофора и всегда главной дороги. Марина Солонина, Владимир Надькин. Народные новости. В кону Дня народного единства жители Саранска получат возможность пополнить продуктовые запасы выгоднее, чем обычно. Город подготовился к ярмарке. В местах проведения наведем порядок. С вечера пятницы ограничивается парковка транспортных средств на некоторых улицах. Продолжит Ольга Ермакова. С восьми вечера пятницы до пяти утра субботы будет временно исключена стоянка транспортных средств на следующих участках. По улице Бативградской. От улицы Полежаева до улицы Васенко. По улице Терешковой. От улицы Пролетарской до Степана Разина. По проспекту 60 лет октября. От Веселовского до бульвара Веденяпинах. По улице Ульянова. От улицы Энгельса до улицы Марины Росковой. По проспекту 70 лет октября. От улицы Косарева до Севастопольской. В субботу 28 октября с пяти утра до двух часов дня машины по-прежнему нельзя будет парковать на указанных участках. Плюс к этому движение транспорта ограничат. Места проведения ярмарки привычные. В центре улица Бативградская. В Пролетарском районе проспект 60 лет октября. В Октябрьском районе проспект 70 лет октября. На юго-западе улица Ульянова. Дачники и огородники в субботу получат возможность продать свой урожай. Картофель, лук, свеклу, капусту и другие овощи. Продавцы начнут работу с 7 часов утра, а завершат торговлю в час дня. Любое лично пособное хозяйство, имея справку сельсовета, может прийти и продать свою продукцию на ярмарках. Только по тем ценам, которые утверждены правительством Республики Мордовия. Цены, как обычно, установлены ниже рыночных. Говядину продадут не дороже 190 рублей за килограмм. Свинину 165 рублей за килограмм. Цена на яйцо куриное будет не выше 30 рублей. Стоимость сахара не превысит 29 рублей за килограмм. Картофеля – 12 рублей, лука – 15 рублей за килограмм. На ярмарку и обратно можно будет доехать бесплатно. Для этого на каждый район выделено одно транспортное средство марки «Газель». А на свет этих строя их будет два. Волонтеры с опознавательными знаками помогут пожилым людям донести сумки с покупками. В каждом месте проведения ярмарки будет дежурить карета скорой помощи. Ольга Ермакова, Андрей Просвиркин. Народные новости. Ноябрь еще не наступил, а вот снежная зима – да. В Мордовии за минувшую ночь столбик термометра опустился на 3-4 градуса ниже нуля. Днем потеплело, но не слишком. На улице мокрый снег. В сводках происшествий резко возросло число ДТП. О том, какую погоду ждать в выходные и как сделать безопасно вождение в гололед – в следующем материале. Последняя пятница октября принесла с собой мокрый снегопад. Казалось бы, до зимы еще далеко, но синоптики уверяют – это нормальная погода для конца октября. К примеру, в прошлом году первый снег пошел в начале месяца. О каких сюрпризах ждать на предстоящие выходные мы узнали в гидромедцентре. В ближайшие сутки ожидается облачное с прояснением погоды. Временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 5 градусов. Это самая минимальная температура – 0, минус 5. А завтра днем ожидается минус 2, плюс 3. Что касается следующей недели, ждем похолодания. Столбик термометра опустится до минус 2, минус 7 градусов Цельсия. В первых числах ноября ожидается снег. Неприятной эта новость может стать для водителей. Ведь с колебанием таких температур на дороге гололед. Самое опасное в первом гололеде – это то, что он наступает неожиданно. Легкая влажность и мороз, и асфальт уже покрыт тонкой коркой льда. Малая опытность водителей, превышение скорости, резкое торможение – все эти факторы способствуют увеличению опасности в период наледи. Чтобы автомобиль вмиг потерял управляемость, достаточно одного неловкого движения водителя. Во время гололеда труднее всего выполнять повороты. И для такого маневра нужно заранее снизить скорость. Во время гололеда также довольно опасен небольшой слой недавно выпавшего снега. Он маскирует скользкое покрытие на дороге и снижает способность автомобиля тормозить. Особенно осторожным стоит быть на подъеме или спуске. Когда гололед, старайтесь избегать обгона, потому что при таких условиях этот маневр является довольно сложным и небезопасным. Республика вновь входит в зону холодного циклона. Поэтому будьте бдительны, главное вовремя сменить резину и держать зимние вещи на готове. Кристина Мурсенюк, Сергей Соколов. Народные новости. В это воскресенье, 29 октября, день рождения справит одно из самых ярких движений 20 века – «Комсомол». Организованный через год после Октябрьской революции, Коммунистический союз молодежи отметит 99 лет со дня основания. Движение вписало в историю тысячи имен, подарило Советскому Союзу многих грамотных руководителей. Всего за 73 года до развала СССР комсомольцами стали свыше 160 миллионов человек. В Мордовии тут же существовала активная молодежная парт-ячейка. И сегодня ее последователи до сих пор трудятся на благо республики. Все пожилые люди вспоминают период молодости, тот период, когда они жили и работали, и связано было все с комсомолом. И чувствуется это больше всего связано с тем, что в перспективе ожидают юбилей 100-летия комсомола. Комсомол самораспустился в сентябре 1991 года. Это решение стало последним на 22-м чрезвычайном съезде Всесоюзной организации. Однако сегодня преемниками являются многочисленные молодежные организации, существующие в стране – от студенческих советов до политических движений. Данил Порошуков, Народные новости. В этом году известному актеру театра и кино, режиссеру, жителю Мордовии Жерару Депардье исполняется 69 лет. По его мнению, именно сейчас пришло время подвести определенный итог прожитой жизни. Свои мысли Депардье изложил в мемуарах. Как сообщает информационное агентство ТАСС, книга поступила в продажу 26 октября во Франции. Литература, кино, факты биографии, воспоминания о Мордовии – одни из главных тем, которым актер уделил внимание. По мнению критиков, книга Жераро Депардье довольно мрачная. Даже обложка оформлена в черно-серую гамму. Ее дополняет надпись «Сегодня у меня больше свободы, чем раньше». В мемуарах актер уделяет внимание рассуждениям о жизни и обществе, любимых писателях Стефани Цвеге и Мишеле Ульбике. Возвращение к своему детству и юношеству, к вопросу о своем гражданстве. Депардье подчеркивает, что переселившись в Бельгию и фактом получения российского гражданства, он стремился быть более свободным, чем французы. В то же время он отмечает, что отнюдь не отвергает свою страну. «Если бы я захотел сбежать из Франции, я бы это давно сделал. Но я всегда, как и сегодня, любил и люблю Францию», – говорит он. Депардье признается, что, цитата, «обрел сегодня в России, в Саранской области то, что вселяет в него надежду». Конец цитаты. По Саранской области подразумевается Республика Мордовия. Неточность вышла наверняка из-за трудностей перевода. Напомним, впервые в Саранск известный француз прибыл несколько лет назад. Радушный прием представлял собой настоящий праздник для жителей Мордовии. Гостеприимство, красивые пейзажи города и национальная культура не оставила равнодушным Жерара Депардье. Затем он еще несколько раз возвращался в Саранск. Что именно здесь вселяет надежду в душу актера, знает только он сам. Но атмосфера уютной республики вдохновляет абсолютно всех гостей. Ирина Просолова, Народные новости. Два переезда – это почти ремонт. А два ремонта – почти пожар. Так в шутливой форме сравнивают эти неприятности по уровню стресса. Впрочем, бывают ремонты, за которыми и двум пожаром не угнаться. Именно так случилось с домом номер 24 по улице Лихачева. Ремонт здесь начался полтора года назад, а заканчиваться даже не планируют. В итоге 95 семей живут в тяжелых условиях. Свои проблемы они поделились с нашей съемочной группой. Снаружи дом номер 24 выглядит неплохо. Ухоженное здание, кирпичи и стен не вываливаются. Стекла в окнах в целости и сохранности. Первое впечатление – обманчиво. Едва ступив за порог, понимаешь – здесь ремонт. Вот только он не идет, а стоит на месте. А ведь начиналось все так хорошо. В мае 2016-го с первым этапом работ демонтажом подрядчик справился отлично. Сейчас же там все наоборот. Все в сравнении. Стенки, душ, дверь. И на лавке нам нельзя играть, потому что там сделаем такие вот. Стенки, и в общем, мистер ломается. Чтобы умыться, жильцам нужно вставать в очередь, ведь на целый этаж 20 семей. Всего две раковины. На полу в коридорах вместо линолеума листы ДСП. В местах общего пользования обещали заменить окна, но обещания так и остались обещаниями. Везде отписываются, то есть, что работы будут произведены, когда будет поступление денежных средств. С подрядчиком заключал договор управляющий компанией ГУК Октябрьского района. То есть, они ответственность несут за добросовестность подрядчика и должны с них спрашивать работу. Также принимать выполненную работу. Мало того, что ремонт не закончен, к выполненным работам также масса претензий. Пол не доделан, санузлы тоже. Установленные год назад двери уже заклинивают и ломаются. Вместо того, чтобы сделать откосы, рабочие просто запенили дверные проемы. Видимо, для того, чтобы дверь не упала. Призвать виновных к ответу давно пора, но пока не получается. Представители администрации ссылаются на недобросовестность подрядчика. Руководитель злополучной компании от комментариев отказывается. Они как бы начали здесь работы, но ввиду нехватки, наверное, собственных финансовых средств, работы у них были свернуты, прекращены. Тот план работы, который им был озвучен по сметам, они сделали кое-где некачественно. Ввиду этого работы у них были не приняты. Ситуация сложная для жильцов, невыносимая. Впрочем, чиновники обещают в скором времени решить вопрос. Администрация города планирует выделить средства на приведение дома в божеский вид. Когда за окном идет снег, хочется верить в новогодние чудеса. И в то, что под бой курантов жильцы дома номер 24 соберутся в тесном семейном кругу, в уютных отремонтированных квартирах. Мы продолжим следить за ситуацией. Данил Паршуков, Валерий Никитин, Станислав Семин. Народные новости. Из солнечного города Сочи в осенний Саранск вернулась делегация Мордовии. С 14 по 22 октября в курортной столице России проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В состав участников от региона 13 вошли руководители общественных объединений, лидеры студенческого самоуправления, предприниматели, ученые, журналисты, спортсмены и творческая молодежь. Фестиваль завершился, и теперь пришло время подвести итоги. Подробности в следующем сюжете. 125 участников, 40 волонтеров и 11 ребят творческой группы. В таком составе прибыла в город Сочи делегация из Республики Мордовия. Цифра была бы выше, если бы ребята смогли взять с собой своих двойников, чтобы успевать везде. Сказать, что площадок на фестивале было много, ничего не сказать. Глобальная политика, экономика, международные отношения, спорт, культура и многие другие направления. За 7 дней охватить такую программу было под силу только самым выносливым участникам. С момента возвращения делегации на Малую Родину прошла неделя. Время делиться впечатлениями. Программа была перенасыщенной, я бы так сказала. На протяжении этой недели, всю эту неделю был огромный бизнес-тренинг, который переливался, переходил в жизнь, которую проживали все участники на этом форуме. Потому что основное для вот этой категории молодых людей, которые мы все вместе участвовали на площадке экономика, конечно же является общение, налаживание контактов между предпринимателями. И каждый участник прежде всего для себя оттуда увез огромное количество новых контактов. Фестиваль дал отличную возможность не только побывать на встречах с именитыми спикерами, а также наладить дружеские отношения и обменяться опытом с делегациями из других регионов и стран. В рамках культурной программы лидеры из разных сфер деятельности обсудили дальнейшие перспективы на сотрудничество в сфере молодежной политики. 20 октября делегации из Республики Мордовия встретились с участниками из Болгарии. Свою самобытность республика показала и на выставке ЮАС-Экспо. Наш регион был представлен как самый красочный, самый яркий, даже визуально. Наши национальные цвета, красный, белый, черный и рыжая наша лисичка вызывала совершенно неподдельный интерес у всех, кто проходил мимо. И визуально сразу приковывала к себе внимание проходящих зрителей или иностранных туристов. Высказывались и ребята. Пусть в малом зале пресс-центра их собралось совсем мало, но впечатлений было предостаточно, ведь они часть мировой истории. Их поразили масштабы события. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал более 20 тысяч самых активных и энергичных представителей молодежи из 188 стран. Из Сочи ребята увезли не только новые мысли, идеи, эмоции и впечатления, но и новых друзей. Намного больше, чем кажется. Теория шести всемирных рукопожатий начинает свою работу, и любой участник фестиваля сможет прийти на помощь своему новому товарищу, даже если тот живет на другом конце земли. Елена Сергеева, Александр Гурьянов, Евгений Фролкин. Народные новости. Мордовские кадеты представят республику на параде памяти в Самаре. Он пройдет на Куйбышевской площади 7 ноября. На неделе прошла генеральная репетиция. Кадеты стали участниками смотра построения на территории 30-й школы. За подготовкой наблюдала наша съемочная группа. Кадеты упорно чеканят шаг. Четкие и синхронные движения – результат усердных тренировок. Позади несколько месяцев кропотливой работы. Снег и холод – подготовки не помеха. В этом году кадеты 30-й школы уже достойно показали себя на параде победы. Ученица 10-го класса Ирина Трофимова рассказывает, попасть в команду было непросто, был тщательный отбор. Я принимаю участие лично в формировании школьной коробочки в первый раз. Но у нас был очень строгий отбор. То есть каждого смотрели, умеет ли он маршировать, хорошо ли он это делает. И вот из очень большого количества людей нас выбрали, так сказать, самых-самых, которые могут показать себя. Через 10 дней кадеты прошагают на параде памяти в Самаре. Традиционно в нем участвуют лучшие представители республики. 30-я школа поедет в Самару не первый раз. Два года назад ученики участвовали в параде и заняли второе место. В этом году в составе команды 52 человека. Все старшеклассники. Парад считается судьбоносным для нашей страны. И он поднял и дух нашей армии, и, конечно же, дух вселил веру и дух в наш советский народ. Поэтому ученики об этом знают, ученики об этом говорили на уроках истории. И, конечно же, сейчас каждый из них горд тем, что он участвует в этом параде. Парад памяти посвящен событиям, прошедшим 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. В тот день военные парады прошли в трех городах Советского Союза. В Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский стал самым масштабным по количеству участников и длительности. Парад памяти проводится в Самаре с 2011 года в рамках партийного проекта «Историческая память». Каждый год темы меняются. Они связаны с событиями региона и с именами их героев. В текущем году все мероприятия посвятят полководцам Победы. Этот парад памяти имеет большое значение, потому что мы должны сохранить не только историю, но и вот тот дух. Потому что сила нашей страны, сила России всегда была не только в военной мощи, но в первую очередь в духовной мощи и в том патриотизме, которым обладают наши люди. В параде памяти примут участие расчеты со всего Приволжья. К ним примкнут участники из Ленинградской и Тюменской областей Забайкальского края. На праздник пригласили представителей 22 стран, чьих дипломатов эвакуировали в Куйбышев в начале Великой Отечественной войны. Сегодня парад стал масштабным событием мирового уровня. Мордовия принимает в нем участие пятый раз. Ольга Данилова, Андрей Просверкин. Народные новости. В Саранске прошла акция, приуроченная ко Дню автомобилиста. Флэшмоб организовали сотрудники ДПС. Подробности в следующем сюжете. Встретить сотрудников ДПС на автодорогах Саранска – привычное дело. А вот поучаствовать в акции и получить от них памятные призы – не очень. Но времена меняются. Сегодня сотрудниками патрульной службы был организован флэшмоб, посвященный Дню автомобилиста. Вы получаете вот такой замечательный подарок. Вы уже переобулись? Да. Ознакшение наклеили. Это штраф в размере 500 рублей. Поэтому наклейте, пожалуйста, вот такой знак. В качестве подарка – знак «наклейка на автомобиль», означающий, что транспортное средство переобута на шипованную резину. Отсутствие такой метки может стоить автовладельцу штрафа в размере 500 рублей. Совсем скоро у нас пройдут профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений именно этих правил дорожного движения. Поэтому такой знак обязательно иметь каждому. Но мы заботимся о наших водителе. Поэтому сегодня такой вот знак они получают просто так, для того, чтобы он у них был. Соблюдение правил дорожного движения необходимо для избежания дорожно-транспортных происшествий. А наличие необходимых знаков на автомобиле поможет не нарушать закон. Поэтому, если у вас еще не установлено обозначение шипованной резины, стоит поторопиться. Ведь стражи порядка несут свою службу круглые сутки. И быть улеченого нарушения может каждый невнимательный автомобилист. Анастасия Целегина, Станислав Семин. Народные новости. В рамках прошедшего в Саранске педагогического конкурса Республику посетил известный ученый Михаил Богуславский. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу он отметил, что Мордовия каждый год дарит стране множество талантливых преподавателей. Что такие конкурсы всероссийского масштаба здесь проходят не случайно. Предлагаем вашему вниманию отрывок из интервью. Михаил Викторович, вот в первую очередь, естественно, очень интересно узнать о целях вашего визита в Саранск. В конце концов, такие люди приезжают не каждый день. Собственно, расскажите поподробнее. Вы знаете, вот очень важно, что в эти дни Саранск является педагогической столицей России. Вот уже, по крайней мере, второй год подряд, до этого это было периодически, а теперь, по-видимому, на постоянной основе, Министерство образования и науки Российской Федерации, именно Саранск выбирает место, где проходит такое очень значимое, очень престижное и по-настоящему правильное событие, каким является Всероссийская педагогическая студенческая олимпиада. Потому что мы видим сейчас, вновь большое внимание удивляет учителю. Впервые, кстати, в этом году была показана полная трансляция из Кремля заключительного торжественного заседания, посвященного неучителю награждения обычно. Это все не случайно, не случайно, нас это только может радовать. И вот показателем этого является рост количества участников. В два раза больше приехал человек участников в этом году, чем в прошлом. Сейчас я назову цифры. 22 региона, до этого было 12-13 регионов. И 124 человека приехало, а раньше было год назад, мы говорим, это было где-то человек 70-80. Дело в том, что вот на таких вот прекрасных олимпиадах очень важна горизонтальная связь. Есть такая фраза, чтобы себя увидеть, надо посмотреться в чужое зеркало, в другое. Только вот тогда объективно может увидеть себя. И когда они посмотрели, здесь очень предложен интересный ход. В этой олимпиаде, казалось бы, вот приезжают институты, вот там 5-6 человек, и они одной командой выступают. А здесь сделано все наоборот. Они все разбиты по разным командам. То есть, вот там, по-моему, 10 команд, и по одному человечку в каждой командах. И вот они здесь сплачиваются. И сначала сейчас будет закрытие, сейчас будет представление команд, и будут награждаться победители команд. Они самых разных территорий. У нас даже есть вот из Сургута, из очень далеких территорий приехали. Вот, и это очень важно. Вот вы знаете, мы сейчас вот находимся в аудитории мемориальной. Это имени Ефима Григорьевича Осовского. Ефим Григорьевич Осовский человек, который проработал более 30 лет, 35 лет здесь, вот в этом педагогическом институте. Удивительный вот патриот и саранской, и мордовской земли. И автор, он был историком. Только под его руководством было защищено более десятка диссертаций по истории мордовской педагогики. В чем числе и вот сейчас председатель оргкомитета, проректора по науке Татьяны Ивановны Шукшиной. Она защищала у него и докторскую, и кандидатскую. Очень важно, что эти народные, национальные традиции мордовской педагогики здесь. И вот люди приезжают, они могут к этому прикоснуться. Михаил Викторович, а если говорить о вот таких педагогических традициях, да, сейчас сказали про национальную мордовскую традицию. Если складывать со всей страны подобные национальные традиции, из этого и соберется та самая российская педагогика? Или все же это что-то большее? Нет, ну есть же, конечно, архетип. Он вряд ли идет методом сложения. Вот вы знаете, всегда выделяю для... Ведь русская педагогическая традиция, она авторитарна. Она очень достаточно строго к ребенку. Ну, известно, что в домострое, главном такой книге, которая определяла жизнь, ну, кроме, конечно, религиозных, жизней русского человека, там две главы посвящены воспитанию. И первая называется, как страхом Божьим воспитывать детей, а вторая примерно так же, как вот детей воспитывать, чтобы они страх Божий получили. Вот этот страх, понятно, это не страх вообще. Но считается, что здесь органично сочетаются две вещи, вот такие базовые. Это достаточно строгое отношение к ребенку, сочетаясь с напряженным интересом к его личности. Вот все, наверное, в русской педагогике не было, не было ровнодушия. Не было ровнодушия к ребенку за всю ее историю. И вот, наверное, здесь, при всей своеобразии каких-то, может быть, вещей в разных, может быть, конечно, там, в Якутской, там, и так далее, и так далее, ну, вот эти вещи, они здесь проявляются, и они действуют. Ну, что ж, Михаил Викторович, спасибо вам большое за интервью. Было очень интересно побеседовать. И до новых встреч. Полную версию интервью смотрите в эту субботу в программе «Культура итоги» в 18.00. И в продолжении темы предстоящего чемпионата мира по футболу, Министерство связи и массовых коммуникаций России представило новый дизайн паспорта болельщиков «Фанайди», который будет использоваться во время чемпионата. Для болельщиков на сайте fanid.ru открылась регистрация, пройдя которую они смогут оформить персонифицированную карту. Она выдается конкретному зрителю и обязательно для всех посетителей матчей, в том числе резидентов России и детей. Иностранцы же могут по паспорту болельщиков въезжать на территорию России без визы. Паспорт уже прошел проверку на Кубке Конфедерации 2017, когда его заказали почти 480 тысяч человек. На этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. В студии был Никита Борискин. Увидимся на НТМ.